В Москве выясняют обстоятельства, при которых из Центра палеотивной медицины пытались похитить пожилую женщину. Если коротко, то ситуация развивалась так. После госпитализации пенсионерки на пороге хосписа появились некие люди, которые написали заявление с просьбой отпустить ее домой. Ни родственники, ни опекуны. Врачей все это насторожило. И оказалось, что не зря. Одинокая пенсионерка – единственная владелица трехкомнатной столичной квартиры. И, скорее всего, она едва не стала жертвой преступников. Обо всем по порядку. Ирина Куксенкова. Убери от меня руки! На этих кадрах врачи московского хосписа отстаивают одну из своих пациенток. Неизвестные, представившись родственниками, пытались выкрасть ее прямо с больничной койки. Родственники посещают пациента, еще раз говорю, обычно всегда спрашивают о состоянии пациента. Здесь первые слова были как раз произнесены. Мы забираем пациентку, но пациентка не вещь, чтобы забирать ее. Похитить пытались 66-летнюю Ирину Сердобольскую. Она одинокая пенсионерка. Недавно попала в больницу в чудовищном состоянии. Весила 35 килограммов. Множественные переломы рук и ног. По словам врачей, женщина несколько лет не выходила на улицу. Да, я сегодня первый раз выходила гулять. Хорошо. Врачи подозревают, за их пациенткой в буквальном смысле охотятся черные риэлторы, которые пытались выкрасть Ирину Сердобольскую несколько раз. Впервые из этой московской больницы, куда ее доставили две недели назад на скорой. К пациентке пришла посетительница, не представившись, не предоставив каких-либо документов, которые бы подтверждали либо ее родство, либо ее юридическое право представлять ее интересов. Стала требовать выписку пациента домой. Стала создавать конфликтную ситуацию. По журналу посетителей врачи выяснили фамилию крикливой женщины. Нарине Даниилян. Ее же опознали и соседи Ирины Сердобольской. Даниилян уверяла их, что ухаживает за бабушкой. При этом в квартире начались вечеринки. Они там шумели очень сильно. Я туда пришел, меня втолкнули, двери закрыли и стали забывать. Вешеннад сразу побежал, вызвав милицию, чтобы они дверь не открывали. По словам соседей, с появлением в квартире Ирины Сердобольской плохой компании, женщина вообще перестала выходить на улицу. Они даже обращались в органы опеки, но безуспешно. Тот самый дом по Каширскому шоссе, где находится квартира пенсионерки. Это так называемая «сталинка» 1953 года постройки. Квартиры здесь просторные, с высокими потолками и не менее высокими ценами за квадратный метр. По данным Следственного комитета, Нарине Даниилян вместе с подельниками в 2012 году была осуждена за махинации с недвижимостью в Санкт-Петербурге. И, судя по всему, теперь перебралась на охоту в Москву. Этим и можно объяснить такое навязчивое желание увезти одинокую пенсионерку из хосписа. Ведь до сих пор квартира числится за Ириной Сердобольской. Я дергаю за вещи. Вы не имеете права, меня трогают. Выйдите из палаты. Нарине Даниилян на несколько часов парализовала работу палеотивного отделения. Она кричала прямо в палате, где помимо Ирины Сердобольской находились еще трое тяжелобольных пациентов. Пришлось пациентов вывезти из палаты. У кого-то аппаратура, к которой он подключен, отдыхательная или еще какая-то. У кого-то родственники рядом сидят. Это все не очень приятно. Выпроводить непрошенных гостей удалось только с помощью полиции и Росгвардии. Ирина Сердобольская остается в больнице. Ей предстоит еще долгое лечение. Да, мне все-таки нужна медицинская помощь. Она мне просто необходима. Здесь лучше, чем дома? Ну, просто она мне необходима. Потому что у меня ноги больные, потому что у меня руки болят. А вот директору палеотивного центра Ньюти Фидермейсер начали поступать угрозы. Поверьте, я доживу до вашей смерти и смерти всей вашей семьи еще попляшу и порадуюсь. Делом уже заинтересовались в Следственном комитете. А в квартире одинокой пенсионерки, за которой, судя по всему, и охотились черные риэлторы, сменили замки. И теперь непонятно, каким образом Ирина Александровна сможет вернуться к себе домой.